Ситуация в Сирии сегодня несколько легче, чем она была, скажем, 2-3 недели назад, когда военный удар был абсолютной реальностью. Мне кажется, что вот то, что Башар Асад, то, что Башар Асад сейчас пошел все-таки как бы навстречу мировому сообществу, он изъявил готовность отдать химическое оружие под контроль России, который предложил такую роль, как посредник, сгладило немножко ситуацию. И это является серьезным аргументом для того, чтобы действительно многие страны Запада сдерживали себя, свои страны, свои правительства, армии от вмешательства в сирийские дела. Но я хочу сказать, что, конечно, Башар Асад упустил момент, когда можно и нужно было вести переговоры с мировым сообществом. Он предложил реформу, он предложил политическую реформу, он предложил отмену аналогии 6-й статьи Конституции, которая была во время КПСС, закреплявшая руководящую роль Бааса партии. Но он сделал это чуть позже, чем это нужно было сделать, и мог, и должен был сделать. И вот отсюда образовалась серьезная проблема. Как она разрешится? Вот сказать, что сейчас все проблемы в Сирии решены, нет. Но, наверное, может быть, можно попытаться еще вырулить на вопрос, который будет заключаться в проведении серьезной политической реформы в Сирии. Вполне возможно, что может быть условием компромисса досрочные выборы президента страны, парламента, безусловно. Мне кажется, что это можно действительно сейчас нормализовать ситуацию. Здесь нужна, конечно, посредственная роль, в том числе России. Для России Сирия является очень важным партнером в арабском мире, и военным партнером, и экономическим партнером, и политическим партнером. Поэтому здесь Россия, конечно, должна поработать. Но очень важно, насколько готов пойти на уступки Асад, руководитель страны, поскольку действительно ситуация зашла слишком далеко, и, по сути дела, там идет гражданская война. Гражданская война, которая как раз и, по сути дела, является ответом на монополию власти, которая в стране сложилась за эти несколько десятилетий. Еще раз подчеркиваю, был очень хороший момент у Асада, наверное, это было год назад, но можно было разрулить эту ситуацию. Сейчас как она будет разрулиться? Ну, будем надеяться все-таки на мирный исход. Действительно, война никому не выгодна, не выгодна ни американцам, ни НАТО, ни европейскому сообществу, тем более не выгодна России. И, на самом деле, несмотря на кажущуюся поддержку арабского мира, вроде бы, она не выгодна, в том числе, арабскому конгломерату государств на Ближнем Востоке, потому что слишком взрывоопасная там ситуация. Там не все до сих пор спокойно вокруг Ирана, не все спокойно вокруг Израиля, и любой конфликт может просто обострить все противоречия и привести к каким-то же масштабным боевым военным действиям.